Динамо Если бы не Перекладина, сыгравшая против Ромащенко, еще неизвестно, чем бы все закончилось Если Зенит выбрал режим ожидания, то оно явно затягивалось Тем не менее, выход на 27-й минуте на поле Угарова вместо Максимюка внес в игру перелом Выровняв ее во второй-третий тайма, заключительные уже подопечные Давыдова диктовали свои условия Динаунсом Вывод Авсипяна 1 на 1 Спотникова, мощный удар Поповичица штрафного и реакции Лепехина на подачу углового, хотя к голам и не привели, четко обозначили смену фаворита Прорепетировав усилиями Панова взятие ворот на первой минуте второго тайма, через 2 минуты Зенитцы их все-таки взяли Активность Кобелева и тонкий пас Угарова, хладнокровный удар в дальний угол Поповича и гости празднуют заслуженный успех Никак не может преодолеть черную полосу невезения Панов Минимум трижды ему предоставили возможность отличиться, но мяч ворота упрямо не шел А на последней добавленной минуте судья помиловал Динамо, проигнорировав нарушение Плотникова против все того же Александра Панова У нас на каждую игру настроен на выигрыш только, потому что незавидное положение от турнира подбеси Поэтому каждую игру настраиваемся, конечно, на выигрыш